Здравствуйте! В эфире «Местное время» в воскресенье. Мы расскажем о самых важных и интересных темах уходящей недели. Смотрите сегодня в нашей программе. Кто на новенького? С текущего года введены новые направления поддержки семей, имеющих детей. Депутаты приняли бюджет следующего года. Мечты сбываются и не сбываются. В связи с тем, что проект на сегодняшний день требует корректировки, и контракт был расслаблен. В Чувашии завершается сезон дорожно-строительных работ. Едем по-новому. 75% даже не почувствует о том, что мы проводим реформу. Как чебоксары встречают транспортную реформу? Получили по заслугам. Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для многих людей. Полномочный представитель президента ПФО вручил награды жителям Чувашии. Комнат хватит всем. Мне нравится. И детям тоже понравится. В республике продолжается программа обеспечения жильем многодетных семей. В республике завершилась традиционная предновогодняя эпопея с принятием республиканского бюджета. На этой неделе главный финансовый документ Чувашии был принят депутатами госсовета. В Доме правительства обращают внимание на то, что он принят не только с оглядкой на социальные обязательства, но и на дальнейшее развитие республики. Государственная Дума России приняла федеральный бюджет чуть раньше, чем регионы утвердились своим. Стало известно, что наша республика получит на 3 миллиарда 200 миллионов рублей больше, чем планировалось изначально. Это говорит о том, что и правительство Чувашской республики, и глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев достаточно хорошо отработали для того, чтобы все те направления, которые обозначены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным именно в своем майском указе, они были выполнены и на территории Чувашской республики. Правда, сегодня при обсуждении бюджета эту сумму в 3 с лишним миллиарда не учитывали. Как грамотно распорядиться дополнительными средствами, решат позже. Первые поправки в финансовый документ внесут уже в начале следующего года. Пока же суммы остались прежними. Ожидаются 47 миллиардов рублей доходов и 46 миллиардов расходов. С текущего года введены новые направления поддержки семей, имеющих детей. Это выплата в связи с рождением первого ребенка. В 2019 году на эти цели запланировано 296 миллионов, с ростом в текущем году два раза. Обеспечивается ежегодный рост заработной платы работникам в бюджетной сфере. В текущем году рост оценится в среднем на 15%. Так, в будущем году на зарплаты бюджетникам заложили 28,5 миллиардов рублей. Кроме этого, деньги пойдут на строительство и реконструкцию 50 социальных объектов детских садов, школ, фельдшерских пунктов. Дорожный фонд позволит построить 22,5 километра дорог и отремонтировать еще около 300 километров. Также правительство сохранило все налоговые льготы. Конечно, бюджет 2019 вызвал критику со стороны оппозиции. Однако среди депутатов нашлись такие, кому по душе пришелся не только доклад министра финансов. Светлана Александровна, тоже лично хочу сказать, вы сегодня изумительно выглядите. Вам идет в клеточку костюм. Вижу цифры бюджета, которые нам предстоит принять на 2019 и последующие два года. Это рекордные цифры. Это прекрасно. Цифры защищены, наполнены. Отдельно обсудили бюджет фонда обязательного медицинского страхования. На сохранение здоровья жителей республики планируется направить 18 миллиардов рублей. Эти деньги помогут увеличить расходы на лечение больных со злокачественными образованиями и оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Идет улучшение качества оказанной медицинской помощи, идет модернизация наших больниц, идет закупка новых оборудований, идет внедрение передовых технологий. Что в конечном итоге скажется на продолжение жизни населения Чувашской республики. За принятие бюджета республики проголосовали 34 депутата. Против высказались пятеро. Виктор Вавилкин, Владимир Синдеев, Вести Чебоксары. Тем временем в республике завершается сезон дорожно-строительных работ. Во многих районах отремонтированные трассы уже приняты, но остались и такие населенные пункты, где из-за недобросовестных подрядчиков мечты о новой дороге у сельчан сбудутся лишь через несколько лет. Несколько лет участок дороги Вурнар-Кольцовка находился в жутком состоянии. Ухабы да ямы, вспоминают местные жители. В этом году его отремонтировали за 6 миллионов рублей. Жители довольны. Подрядчик добросовестный попался, и поэтому работа была выполнена в кратчайшие сроки. Долщина асфальта более 5 сантиметров. По обочине выложена асфальтная крошка. На сегодняшний день дорога соответствует нормативным требованиям. А ремонт этой дороги в деревне Синьял-Яуши планировали завершить еще к прошлой осени. Однако аукцион выиграл недобросовестный подрядчик. И местные жители уже потеряли надежду пройти по хорошему асфальту. В этом году подрядная организация выиграла. Но в связи с тем, что проект на сегодняшний день требует корректировки, контракт был расстолгнут. И на следующий год в республиканском бюджете Чувашской республики предусмотрены финансовые средства на корректировку проекта. А на 2020 год предусмотрено строительство самой дороги. В этом году в Урнарском районе на строительство и реконструкцию дорог потратили 19 миллионов рублей. Из них 16 выделили. Из республиканского бюджета еще 3 добавил район. Большая часть денег пошла на строительство двух улиц. Овражный и центральный в селе Абызова. Работы подрядчик разделил на два этапа. Сперва полностью уплотнили грунтовую дорогу, потом насыпали песок. А потом только все сделали данные, только потом щебеночное покрытие положили. Сейчас на следующий год у них осталось покрыть вот эту дорогу мелкой щебенкой и бетонным покрытием. Ну и получится, наверное, как асфальтированная, хорошая, красивая дорога. Раньше весной, осенью невозможно было на технике проезжать сюда. Колея была, до колен даже грязь была. Бывало так. А сейчас очень хорошо. Кстати, в 2019-м здесь появятся еще и тротуары. Полностью закончить работы планируется в конце июня следующего года. Екатерина Храмкина, Алексей Янейкин, Семен Антонов, Вести, Чувашия. На этой неделе чиновники и другие ответственные лица разбирались в ситуации с отравлениями школьников. Инциденты были зафиксированы в Кадетском корпусе и Кугейском лицее. Министр образования Сергей Кудряшов подтвердил, отравления были, но их причины пока не очевидны. Также был инцидент по отравлению трех учащихся после каникул Кадетского корпуса. Остальные случаи не подтверждены, поскольку у них было признана ОРБ. Похожий случай произошел в Кугейском лицее. То же самое. Случаи не подтверждены, оказалось, у них тоже симптомы ОРБ. Между тем, Роспотребнадзор проверил комбинат питания номер три, который поставлял еду в учебные заведения и выявил множество нарушений. Вступившие охлажденные мясо, говядина и охлажденные полуфабрикаты из мяса птицы были самостоятельно заморожены в организации питания. И хранили служебные низкотемпературные камеры. Тем самым они хотели увеличить сроки хранения. Этого нельзя допустить, потому что замораживание должно происходить на предприятиях мясопереработки. В понедельник глава республики дал указание провести расследование и наказать всех виновных в сложившейся ситуации. Региональное министерство образования с заданием справилось и к пятнице завершило служебное расследование. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы в учебных заведениях, обследовали продукты питания, работники школьных столовых сдали анализы. В результате источника инфекции не обнаружили. Вывод – дети заразились не в школах. Сейчас состояние учеников медики оценивают как удовлетворительное, и ребята уже сели за парты. Тем не менее, ведомство настоятельно рекомендует руководителям учебных заведений усилить контроль за соблюдением санпинов в столовых. Еще одна горячая тема недели – транспортная реформа в Чебоксарах. Со вчерашнего дня автобусы и троллейбусы в столице работают по новым правилам. Маршрутки с улиц должны уйти, точнее уехать. В администрации города подчеркивают, нововведения должны повысить безопасность пассажирских перевозок. Городские магистрали освободят от маршруток. В Чебоксарах появится еще один троллейбусный маршрут, который будет курсировать через микрорайон Садовый в центре города. В рейсы выйдут новые вместительные автобусы. При этом, по данным Чебоксарской администрации, половина горожан для поездок выбирает троллейбусы. На автобусах передвигается лишь четверть чебоксарцев. Так что никаких неудобств с транспортом быть не должно. Исходить из этих цифр, то получается 75% даже не почувствует о том, что мы проводим реформу. Троллейбусы остаются, межмуниципальный транспорт остается, мы его не касаемся. Мы пытаемся урегулировать вопросы по муниципальным перевозкам. Работа в том числе была проведена в части корректировки расписания движения троллейбусов. С изменением маршрутной сети, схемы движения маршрутов, данное расписание будет пересмотрено с целью удобства пассажиров. Тем, кто еще не успел новую схему движения общественного транспорта, можно посмотреть на сайте городской администрации. Не забыли чиновники и про тех, кто предпочитает знакомиться с изменениями непосредственно на улицах города. На остановочных павильонах начали устанавливать информационные пилоны со схемой движения автобусных маршрутов. Городской администрации считают, это поможет людям не запутаться в новой транспортной реформе. Некоторые чебоксарцы в схеме уже разобрались и без труда показывают, по каким улицам им теперь придется добираться до работы. А в Республиканской клинической больнице на этой неделе не только посмотрели, но и смогли реализовать на практике новый способ проведения операции на щитовидной железе. Ее особенность заключается в том, что никаких шрамов на шее у пациента не будет. Процедуру хирург проводит через ротовую полость. Подробности у моей коллеги Татьяны Ивановой. На операционном столе пациентка с диффузным узловым зобом. Несколько лет врачи пытались вылечить женщину, но потом поняли, исцеление можно добиться только хирургическим путем. Щитовидку необходимо удалить. Традиционный метод операции, когда железу убирают через разрез на шее. И многие женщины потом стесняются этого шрама. Новый метод считается малоинвазивным и косметическим. Два года назад был предложен тайскими хирургами доступ через рот. Они произвели более 200 операций с хорошим эффектом. Мы решили это повторить. Первую операцию Алексей Добров провел на днях пациентки с нарушением функции паращитовидных желез. Это очень маленькие эндокринные железки. Они расположены рядом с щитовидкой. Их удалил хирург новым методом. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Никаких разрезов и швов на шее нет. Анализы плохие были. Я пролежала в другом здании. Но потом анализы уже сделали и сказали, что отнимать надо его. Вот поэтому операцию сделали. Особенность операции не только в косметическом эффекте. Новый щадящий доступ к органам через ротовую полость дает возможность организму быстрее восстановиться. Этот метод в дальнейшем можно будет тиражировать и для доступа к верхним шейному отделу пищевода. То есть можно будет удалять дивертикулы. Малоинвазивные лапароскопические методы уже давно и успешно вошли в практику хирургов Республиканской клинической больницы. Новый способ хирургического вмешательства с применением эндоскопического оборудования помогает в несколько раз увеличить операционное поле и провести все манипуляции с великранной точностью. Татьяна Иванова, Михаил Солин, Вести Чувашия. Сейчас мы расскажем о предстоящей погоде, затем смотрите в программе. Получили по заслугам. Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для многих людей. Полномочный представитель президента ПФО вручил награды жителям Чувашии. Комнат хватит всем. Мне нравится. И детям тоже понравится. В республике продолжается программа обеспечения жильем многодетных семей. Аппетитный шедевр. Эта картина полностью съедобная. Нитка тоже создавалась из заварной массы. Она фактически меньше миллиметра даже толщина. Кондитер из Чебоксар стал бронзовым призером Кубка мира по кулинарному искусству. Хлеб всему голова. И печь его надо с умом, умеючи. Подружить чистейшую артезианскую воду с мукой из отборного зерна. Замесить тесто от души с любовью да вниманием. Вот тогда можно и впечь хлебушек. Чтобы пропекся до ароматной корочки. Чтоб потом знатоки ели да нахваливали. Петровский. На страже качества. Прослушайте информацию о погоде. Здравствуйте. В студии Александр Осипов. Генеральный партнер программы «Хлебокомбинат Петровский». 2 декабря днем в республике облачно с прояснениями. В Чебоксарах малооблачно. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха минус 5-9. В Чебоксарах 9 градусов ниже нуля. Атмосферное давление повышено. 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха до 70%. Чиновник всегда ссылается на закон. Лама на Будду, а ворона на волка, заметила монгольская пословица. Будьте здоровы, следите за погодой. Два рулона по цене одного. Не откладывай на завтра то, что можно поклеить сегодня. Первый обойный. ТЦ «Фиалка» Эгерский бульвар 40. Компании «Ладекс» и «Шоколадина» поздравляют вас с наступающим Новым годом и предлагают сладкие новогодние подарки по оптовым ценам. Огромный выбор новогодней упаковки. В каждом подарке ассортиз шоколадных конфет от лучших фабрик России и купоны на развлечение. ТРЦ «Каскад», четвертый этаж. Шоколадная фабрика в Москве приглашает на работу на фасовку-упаковку от 1200 рублей в день. Звонок бесплатный. 8 800 700 9153. Птицефабрика «Акашевская» располагается в экологически чистом районе России. Мы тщательно отслеживаем качество, производим корма, следим за здоровьем птицы и доставляем продукцию, сохраняя ее свежесть. В «Акашево» трудятся тысячи специалистов, чтобы на вашем столе были максимально полезные продукты. Выбираем качество. Выбираем «Акашево». Все, что особенно вкусно. «Чебоксары» с 29 ноября по 8 декабря в ТЦ МТВ. Словарный запас жителей республики, которые собираются приобрести жилье, совсем скоро станет богаче. В обиход войдет новое слово – «Скроу». На этой неделе в Управлении Росреестра по Чувашии зарегистрировали необычный договор участия в долевом строительстве. Термин означает специальный счет в банке, где лежат деньги участников долевого строительства. Банк заключает отдельный договор на открытие счета «Скроу» с каждым долевиком и застройщиком. Такой счет – что-то вроде ячейки в банке. Одна сторона кладет туда деньги, а другая может их получить только если выполнит свои обязательства. Например, достроит дом. Первый договор с использованием счета «Скроу» в нашем регионе был на днях зарегистрирован в Росреестре. В Управлении Росреестра по Чувашской Республике впервые зарегистрировали договор долевого участия, где долевик не передавал денежные средства напрямую застройщику, а использовал специальные счета «Скроу». Пока это выбор застройщика и долевика, какой способ оплаты использовать. Но в обязательном порядке механизм привлечения денежных средств с использованием счетов «Скроу» вводится с 1 июля 2019 года для всех новых долевиков. При использовании таких счетов у застройщика нет возможности забрать деньги, пока он не сдаст дом. Если стройка будет заморожена или застройщик обанкротится, банк вернет деньги со счета долевику. Семье Кондратьевых из Вурнарского района опасаться того, что их будущее жилье вдруг не достроит, уже не придется. В эти дни они готовятся к переезду из маленького дома с печным отоплением в просторный с газовым. Этого момента многодетная семья ждала 6 лет. С тех самых пор, как встала в очередь в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Старый деревянный дом в деревне Кашлауша давно обветшал. Ему уже больше полувека. На 20 квадратных метрах, словно в прошлом веке, с печкой много лет ютила семья Кондратьевых. Сейчас здесь считают дни до переезда. У Светланы Владимировны пятеро детей. Двое старших, правда, уже живут отдельно в Чебоксарах. В очередь на получение жилья многодетная мама встала в 2012 году. И вот спустя 6 лет мечта, наконец, близка к осуществлению. Маленький сын у меня сейчас, ему 8 лет исполнилось. Он хочет, конечно, не в тесноте жить. В воле хочет и бегать, и уроки делать, чтобы места было побольше. В свой новый дом Светлана Владимировна вошла в первый раз вместе с нашей съемочной группой. По сравнению со старым жильем, это просто хоромы, говорит женщина. 108 квадратных метров, 7 комнат. Хватит для всех членов семьи. Можно будет даже гостей принимать. Детям хочется побыстрее показать новый дом. И они хотят увидеть. Дом тепло, светло, окон много. Ну, хорошо. Мне нравится. И детям тоже понравится. Двухэтажный дом для Кондратьевых по их просьбе был построен в другой деревне, Чершкас-Мурате. Светлана решила переехать поближе к родственникам. Здесь уже есть газ, горячая и холодная вода. На строительство дома из республиканского бюджета было выделено почти 3 миллиона рублей. На сегодняшний день все документы поданы в регистрационную палату для регистрации муниципальной собственности. После регистрации муниципальной собственности администрация Вурнарского района по договору социального найма передаст многодетной семье. В этом году в Вурнарском районе ключи от нового жилья по республиканской программе получит еще одна многодетная семья. А в 2019-м будут построены три частных дома. Семья Кондратьевых планирует переезд уже на следующей неделе, чтобы в декабре успеть обустроиться и встретить Новый год в новом доме. Наталья Егорова, Алексей Янейкин, Семен Антонов, Вести, Чувашия. На этой неделе в Нижнем Новгороде полномочный представитель президентов ПФО вручал государственные награды жителям Поволжья. На торжественную церемонию пригласили и наших земляков. Орден за заслуги перед Отечеством второй степени получил главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. Медалью за спасение погибавших наградили Елизавету Сергееву из Красноармейского района. Она спасла утопающего, рискуя своей жизнью. Начала тонуть ее односельчанка. Елизавета Афанасьевна бросилась вытаскивать соседку из воды. После женщина почти 10 минут возвращала спасенную к жизни, пока не подоспела скорая помощь. Такие подвиги – пример для подрастающего поколения, отметил полномочный представитель президента страны. Хотел бы искренне поздравить тех, чьи выдающиеся успехи в профессии, а также действия в обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, заслужили высокую оценку президента Российской Федерации. Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для многих людей. За вклад в культуру и искусство наградили главного дирижера Чувашского театра оперы и балета Ольгу Нестерову. Она начинала карьеру как пианистка, потом встала за дирижерский пульт и взяла на себя художественное руководство. В театре Ольги Ситнеровны уже больше 30 лет. Ей присудили звание заслуженного работника культуры России. Героям в кавычках нашего следующего материала получить по заслугам, несмотря на все старания правоохранительных органов, не удалось. В Цивильском районном суде рассматривалось дело в отношении руководителя местного бюро судмедэкспертизы и ее подчиненные, которые обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе расследования полиция выявила порядка ста потерпевших, но ни их показания, ни результаты оперативного наблюдения не убедили служителей Фемиды. Приговор оказался неожиданным. Да, явно не такого приговора ожидали клиенты Цивильского бюро судмедэкспертизы, столкнувшиеся с навязчивым местным сервисом. Человек обращается в такие учреждения в тяжелые минуты и, как правило, не способен вникнуть в финансовую сторону скорбных процедур. Но рассчитывать хотя бы на капельку сочувствия не приходилось. Следствие считает, что соглушенных горем родственников брали по максимуму. И брали незаконно. Когда родственники умерших обращались в государственное учреждение, в МОРК, и просили государственную услугу, которая является бесплатной, Иваницкая в группе с Кузиной, они навязывали услуги коммерческих организаций, за что получали от этих коммерческих организаций денежные средства, которые делили между собой. После обращения в полицию ряда пострадавших от такого взаимовыгодного сотрудничества государственной организации и коммерческих структур, за руководителем бюро было установлено наблюдение. За полгода оперативных мероприятий в распоряжении следствия оказалось не одно видео, как выручка за день стекала с кабинет шефа и распределялась между работниками. Забирая тело из морга, каждому клиенту приходилось выкладывать в среднем по 5000 рублей. Причем в ходе расследования были установлены факты циничного включения в прескурант услуг, которых покойных вовсе не нуждался. Как, например, мытье волос шампунем лысому усопшему. В бюро, видимо, рассчитывали, что подобные мелочи никто из клиентов вникать не станет. В ходе предварительного следствия был взят определенный промежуток времени, в течение которого были установлены более ста потерпевших. Но далеко не все из них признали себя потерпевшими. Многим явно не хотелось вспоминать горький период в своей жизни. Решимость довести дело до конца в итоге показали 17 человек. Руководитель бюро была сначала заключена под домашний арест, а затем освобождена под подписку о невыезде и вновь приступила к работе. Правда, рядовым сотрудникам. После оправдательного приговора все может вернуться на круги своя. Но решение еще не вступило в законную силу и будет обжаловано. С данным приговором прокуратура Чувашской республики не согласна, поскольку суду предоставлено достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении ими преступлений. Далее в выпуске небольшая реклама, после которой мы расскажем о том, кто стал героем очередного выпуска нашего проекта «Лица Чуваши» и что придумал кондитер с Чебоксар, чтобы удивить судей Кубка мира по кулинарному искусству. Не переключайтесь. Хлеб всему голова. И печь его надо с умом, умеючи. Подружить чистейшую артезианскую воду с мукой из отборного зерна. Замесить тесто от души с любовью да вниманием. Вот тогда можно и впечь хлебушек. Чтобы пропёкся до ароматной корочки. Чтоб потом знатоки ели да нахваливали. Петровский. На страже качества. Прослушайте информацию о погоде. Здравствуйте. В студии Александр Осипов. Генеральный партнер программы «Хлебокомбинат Петровский». 2 декабря днём в республике облачно с прояснениями. В Чебоксарах малооблачно. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха минус 5-9. В Чебоксарах 9 градусов ниже нуля. Атмосферное давление повышено. 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха до 70%. Чиновник всегда ссылается на закон. Лама на Будду, а ворона на волка, заметила монгольская пословица. Будьте здоровы, следите за погодой. В Чувашии всё большую популярность приобретают энергоэффективные обогреватели. Что они из себя представляют? Это монолитная плита размером 60 на 35 сантиметров. Её делают из специального раствора, в основе которого лежит кварцевый песок. Обогреватель работает по тому же принципу, что и русская кирпичная печь. Быстро вбирает в себя тепло, а затем очень медленно его отдаёт, нагревая при этом помещение. Все обогреватели одинаковые, а все одинаковой мощностью. 400 ватт. В среднем они будут потреблять в сутки 3,5 киловатта. Один обогреватель рассчитан на 8-9 квадратов при стандартной высоте потолков. Это примерно 2,4 метра. Либо 16-17 кубических метров. Этот обогреватель выпускают в Кемеровской области. В Кемеровской области разработчики сделали его электро- и пожаробезопасным. При этом он не сжигает кислород и пыль и не имеет неприятных запахов. Аппарат рассчитан на непрерывную работу. Его можно оставлять включенным постоянно. Чтобы в помещении не стало слишком душно, обогреватель подключается к терморегулятору. На этом устройстве можно выставить желаемую температуру, например, 23 градуса. И как только воздух прогреется сильнее, оно отключит подачу тепла. И наоборот, запустит его, если в помещении похолодало. К одному терморегулятору можно подключить 8 обогревателей. Это поможет поддерживать одинаковый климат, например, на складах. Еще одно приятное дополнение – умная GSM-розетка. С помощью нее можно управлять обогревателем удаленно. Если вы едете на дачу, заранее можно отправить смс о включении, задать определенную температуру. Либо по будильнику в определенное время, перед тем, как с работы вы езжаете, в определенное время он уже знает, что, например, в 18.30 приезжать, он включает обогреватель. Приобрести обогреватель можно в фирменном магазине компании, что располагается по адресу улица Гузовского, дом 14. Кстати, здесь действует акция, которая позволит купить обогреватель по сниженной цене. А вы все успели к Новому году? Акция «Два рулона по цене одного». Не откладывай на завтра то, что можно поклеить сегодня. Первый обойный. ТЦ «Фиалка» Эгерский бульвар 40. Компании «Ладекс» и «Шоколадина» поздравляют вас с наступающим Новым годом и предлагают сладкие новогодние подарки по оптовым ценам. Огромный выбор новогодней упаковки. В каждом подарке ассортиз шоколадных конфет от лучших фабрик России и купоны на развлечение. ТРЦ «Каскад», четвертый этаж. Шоколадная фабрика в Москве приглашает на работу на фасовку-упаковку от 1200 рублей в день. Звонок бесплатный. 8 800 700 91 53. Ароматные специи «Краснодарский чай» от «Джика» по старинным рецептам прямо от фермеров. «Чебоксары» с 29 ноября по 8 декабря в ТЦ МТВ. Творческая группа ГТРК «Чувашия» готовит новый фильм из цикла «Лица Чувашия». Он посвящен всемирно известной балерине Надежде Павловой, народной артистки СССР, уроженки Чебоксар. Наша съемочная группа привезла из Москвы эксклюзивное интервью с прославленной землячкой. Рассказывает автор фильма Зинаида Паршагина. Имя Надежды Павловой без преувеличения знакомо каждому жителю Чувашии. Первые танцевальные шаги она сделала в Чебоксарском дворце пионеров. Училась в Пермском хореографическом училище. В 15 лет победила во всесоюзном конкурсе. В 16 получила гран-при международного конкурса артистов балета в Москве. В 18 лет Надежда Павлова стала солисткой Большого театра. Через 10 лет – самой молодой в стране народной артисткой СССР. На малой родине ей присвоено звание народной артистки Чувашии. Она навсегда вошла в историю балета и мирового балета. Она стала основоположностью нового стиля, что бывает редко. Очень повезло тем, кто имеет возможность с ней заниматься, видеть ее каждый день в театре. Завершив артистическую карьеру, расстаться с балетом Надежда Павлова не смогла. Ее новым призванием стала педагогическая деятельность. Сегодня Надежда Васильевна Павлова – балетмейстер-репетитор Большого театра. Работает с ведущими артистами балета, готовит с ними партии, проводит репетиции. В ее классе занимается и первая солистка Большого театра Анна Тихомирова. Она признается, еще в детстве Надежда Павлова была для нее идеалом балерины. Как она показывает просто. На самом деле иногда просто хочется думать, ну все, надо уходить из балета, потому что настолько красиво, это все очень органично, это все идет от души. Мы воспитываем другое поколение, оно моложе, оно идет вперед. У них другие немножечко, может быть, быстрые реакции, быстрые цели. Им надо быстрее, и вот за ними вперед, учитывая это, и учитывая то, что звезда – они, а не мы. Великое в искусстве и невероятно скромное в жизни. О нашей знаменитой землячке, чье имя по праву стоит в ряду выдающихся представителей чувашского народа, расскажет фильм из цикла «Лица Чуваши». Зинаида Паршагина, Владимир Синдеев, «Вести Чуваши». Фильм уже сегодня можно посмотреть на сайте нашей телерадиокомпании. А прямо сейчас мы расскажем о кондитере из Чебоксар, который стал бронзовым призером Кубка мира по кулинарному искусству. Конкурс проводится раз в четыре года и собирает самых именитых шеф-поваров. В номинации «Художественная работа» чебоксарский мастер Юрий Сиволоп представил жюри картину из шоколадной глазури. С какими трудностями пришлось столкнуться мастеру на пути к медали, узнала наша съемочная группа. Эта картина полностью съедобная. Она состоит из сахара, яиц и муки. Нитка тоже создавалась из варновой массы. Она фактически меньше миллиметра даже толщина. Иголка, вот видите, тоже натуральная. Тут все съедобное и натуральное. Эту картину Юрий Сиволоп создавал целый месяц. Имитацию холста здесь можно сравнить с ювелирной работой. Для его создания кондитер использовал 180 вертикальных и 130 горизонтальных нитей из глазури. Тонкая работа идеально повторяет старинное домотканное полотно. Именно этот материал вдохновил кулинара и его наставника Луизу Дроздову на создание съедобной картины. Для участия в этом чемпионате мы решили не повторять предыдущие наши работы, не повторять чувашский национальный костюм, а обратиться к материалу, из которого изготавливаются костюмы. Вот именно это полотно нам предоставила уроженка Ядренского района. Ее зовут Леонтьева Зоя Алексеевна, ей 87 лет. В итоге среди 200 работ произведения Юрия Сиволоба признали одним из лучших. Однако победа досталась нелегко. Коробку с картиной в салон самолета не пропустили. Она не соответствовала разрешенным размерам, и кондитеру с тяжелым сердцем пришлось сдать ее в багаж. Когда я открыл коробку и увидел, что она у меня была сломана, честно говоря, я немножко растерялся. Но потом быстренько собрался, и в принципе, к нужному времени уже у меня работа была готова. Это не единственная медаль Юрия Сиволоба за прошедший месяц. Мастер-кондитер России в октябре вернулся с золотом из Беларуси. Там проводился международный чемпионат кондитерского искусства. Его лампа, выполненная из макарон и заварного теста, произвела в Минске фурор. Юра, он постоянно совершенствует свою работу. Не только останавливается, иногда он творит, едем в поезде, эскизы вынашивает. Вынашивает, показывает так, так, так. Я ему говорю, Юр, все-таки же ведь, знаете, что нужно отдыхать, не только работать. В кондитерской планете Юрий работает уже 24 года. Сейчас руководит процессом приготовления тортов и пирожных, а также проводит мастер-классы для начинающих кулинаров. Уверен, что с выбором профессии точно не прогадал. Работа кондитера сегодня включает в себя навыки сразу нескольких специальностей. Художника, скульптора и даже ювелира. Екатерина Храмкина, Михаил Солин, Вести, Чебоксары. Это был последний сюжет программы. Материалы моих коллег смотрите на сайте ГТРК Чуваши и в мобильном приложении. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова